В Магнитогорске особыми медалями за поддержку бойцов на фронте и благодарственными письмами были награждены самые активные представители организации «Швей и магнитки». Елена Старостина продолжит. Несколько дней назад в Музее ветеранов Афганистана и Чечни награждали тех, кто формирует гуманитарные грузы на СВО. Сегодня очередь получать порцию внимания и слов благодарности у «Швей и магнитки». Среди награжденных медалями – Любовь Бугранова. Женщина почти 30 лет проработала на швейной фабрике. Теперь Любовь Степановна – одна из лидеров швейного движения. И это уже не первая медаль портнихи. Когда цех открылся, я начинала шить спальники. За 500 спальников мне вручили патриот России. Сейчас я шью одна из цеха, я шью эти антидронного одеяла. Всех парней спасаю я. Так что все они меня благодарят. Вот и сегодня особые слова звучат в адрес «Швей» лично от одного из бойцов. К слову, и он ушел с мероприятия не с пустыми руками. Один из спонсоров передал на передовую тепловизор. И это не единственная поддержка от общественной организации ветеранов боевых действий. Да, новобранцев у нас очень много. На данный момент мы где-то с марта месяца начали финансировать их. Единоразово мы выплачиваем по 300 тысяч рублей, когда они приходят. Кроме этого, они получают еще от администрации Челябинской области деньги. Получается в общей сложности 720 тысяч рублей они получают единовременно. Это они могут закупить себе все, что угодно и пойти более-менее экипированными. Это очень ощутимо. Во-первых, бойцы сами не знают, что нужно им купить, что нужно им на первое время. Мы им помогаем, идем по магазинам, они покупают и очень довольны, зная, что о них думают, о них заботятся. Получить такую помощь может каждый, кто подписал контракт с военкоматом. И все же не только материальная помощь греет душу бойцов. Вот и после этого награждения швеи вновь отправились по рабочим местам. Хотя многие здесь давно на заслуженном отдыхе, ради благополучия мальчишек на фронте, как они их называют, трудятся женщины порой наравне с обычными рабочими. Есть которые целый день. Татьяна Николаевна у нас целую смену. Да, целую смену. Любовь Степановна целую смену. Алла Ивановна целую смену. Приходят с утра, вечером уходят. Так что 8-часовой, 10-часовой рабочий день. Шьют все – костюмы, дождевики, спальные мешки, антидроновое одеяло, носилки. В последних – особо острая необходимость. Потому швеи просят поддержку у горожан. Принимают в дар как плотную ткань, так и специализированную строительную сетку для армирования, которая делает носилки более прочными, а себестоимость изделия ниже. Передать все можно в цех швеи по адресу Ленинградская, 26, или в Музей ветеранов Афганистана по адресу Ленина, 10. Елена Старостина, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.